Многие уже забыли, как складывался сезон перед чемпионатом мира для Загитовой, но только не Алина. Постолимпийский сезон складывался для Алины тяжело. После триумфального выступления на челленджера в Германии на спортсменку посыпались разочарования. Проигрыш Рики Кихири в финале гран-при, провал на чемпионате России, сенсационное поражение от Софьи Самодурова на чемпионате Европы. Загитова была в растерянности. У нее уже был один неудачный чемпионат мира, и повторять свой же неприятный опыт она не хотела. Алина была в шаге от того, чтобы сняться с турнира и в Японию не ехать. Я просто не хотела позорить Россию, признавалась Алина. Уговаривать фигуристку не прекращать борьбу пришлось и Терри Тутберидзе, и Федерации. Я даже писал себе расписку, что обещала поехать на чемпионат мира, обязуюсь кататься хорошо и делать все, что от меня зависящее, чтобы выступить на этом соревновании. В итоге Загитова все-таки преодолела себя и отправилась на чемпионат мира, но полной уверенности в ее успехе не было до последнего. Триумфальное шествие Загитова на чемпионате началось в короткой программе. Впервые за несколько месяцев Алина выглядела по-настоящему уверенной в себе. Фигуристка искусно вплетала прыжки в нежную и трогательную программу «Призрак оперы» и заставляла забитую под завязку арену рукоплескать. Потом пришло время произвольной программы. С первых секунд ее страстная и роковая Кармен пленила зрительские взоры и не отпускала до последних секунд. Через несколько минут многотысячная аудитория стоя приветствовала новую чемпионку мира, а Алина наконец смогла сбросить неимоверный груз. У бортика чемпионка прослезилась и бросилась в объятия тренеров, а уже в Кисен Край искренне радовалась победе и выглядела по-настоящему счастливой. «Мне хотелось кинуть все, что было в руках, кричать во всю глотку и прыгать от счастья», – делилась Загитова эмоциями после победы. Победа на чемпионате мира стала для Загитова едва ли не ценнее знаменитого олимпийского триумфа. И уж точно далась ей сложнее. Фигуристка буквально выстрадала золото, пройдя через падения, провалы, борьбу с весом и взрослением. Острое желание все бросить и отдохнуть. Благодаря этому золоту Алина навсегда вписала свое имя в историю. Всего за два года она выиграла все титулы в фигурном катании. При нынешнем уровне конкуренции повторить этот успех практически невозможно.